Время новостей на телеканале Север в студии Елизавета Кабанова. Здравствуйте! И в этом выпуске. Во вторник в поселке Андерма сгорел дом культуры. Возгорание произошло в 10-15 утра. Спасти здание, где размещался очаг культуры, не удалось. В Денинском округе началась подготовка к традиционному спортивному празднику Бурандей. Особенности проведения гонок в 2022 году обсудили на совещании главы региона. В округе прошло командно-штабное учение по отработке вопросов реагирования на чрезвычайные ситуации на объектах воздушного транспорта. Во вторник утром в поселке Андерма сгорел очаг культуры. Погибших и пострадавших нет. Как сообщили в Управлении гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности НАУ, информация о возгорании дома культуры в Андерме поступила в единую дежурно-диспетчерскую службу в 10-25 утра. Возгорание произошло в 10 часов 11 минут. Через 4 минуты к месту пожара прибыли работники отдельного поста отряда государственной противопожарной службы. Привлечены дополнительные силы. В результате пожара произошло обрушение здания. Как сообщает прислужба губернатора Ненецкого автономного округа, ссылаясь на официальную страницу Юрия Бездудного в социальной сети ВКонтакте, глава региона держит ситуацию под контролем и в этот же день дал поручению руководству Департамента образования, культуры и спорта в ближайшее время решить вопрос с поиском помещения для временного размещения дома культуры. Дом культуры поселка Андерма располагался в одноэтажном деревянном здании 1966 года постройки площадью 405 квадратных метров. В Ненецком округе участились случаи дорожно-транспортных происшествий. Практически ежедневно автолюбители превышают допустимую скорость и нарушают правила дорожного движения. Об одном из таких случаев расскажет моя коллега Наталья Дуркина. Погодные условия вносят свои корректировки. Ежедневно в регионе происходит от 5 до 10 дорожно-транспортных происшествий. Одна из главных причин аварии – это несоблюдение дистанции. 25 января движение на одной из транспортных артерий города было затруднено из-за ДТП. Около 15.00 водитель автомобиля Киа, не выдержав дистанцию, въехал в автомобиль Ленд Ровер. Из-за невнимательности водителя автомобиля Киа водитель не учел дорожные и метрологические условия, также дистанцию перед идущего транспортного средства, в результате чего совершил дорожно-транспортное происшествие. На данный момент, как вы видите, движение восстановлено, инспекторы оформляют дорожно-транспортное происшествие, и отдел ГИБДД обращается к участникам дорожного движения. Уважаемые водители, будьте повнимательнее. Как видите, погодные условия меняются, присутствует скользкость на дороге, то есть соблюдайте скоростной режим. Основными видами дорожно-транспортных происшествий становятся столкновения автомобилей из-за несоблюдения дистанции между транспортными средствами, наезд на пешехода и препятствия, а также съезд с проезжей части. ДТП значительно участились ввиду погодных условий. Водители невнимательны, не учитывают дорожно-метеорологические условия, ссылаются постоянно на скользкость. Ну, как видите, обильные снегопады у нас, дорожные службы, соответственно, не успевают все убирать. Ту же посыпку, да, песок сдувает с дороги, и, соответственно, как результат. Когда наша съемочная группа возвращалась в редакцию, на перекрестке в машину телеканала «Север» въехал автомобиль «Форт Мондео». Последний не выдержал дистанцию между транспортными средствами. Наталья Дуркина, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». За прошедшие сутки в Ненецком округе выявлено 17 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. В числе заболевших – 12 жителей Наринмара. Кроме того, выявлено 5 привозных случаев заболеваний из Калмыкии, Удмуртии, Ставропольского края, Санкт-Петербурга и Архангельска. Как сообщает Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО, сейчас на лечении в стационаре окружной больницы находятся 25 пациентов с коронавирусной инфекцией. Еще 134 жителя лечатся на дому. В регионе зарегистрировано 89 летальных исходов от коронавируса. На учете в управлении Роспотребнадзора состоит 637 человек. С начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 3662 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 3420 человек. Напомним, что в Ненецком округе действует режим повышенной готовности. Работают посты педконтроля в аэропорту Наринмара, на посадочных площадках в Нижней Пёше, Оми и Неси. Обязателен масочный режим. Введена система QR-кодов при посещении общественных мест и мероприятий. Действует постановление главного государственного санитарного врача ПАНАУ об обязательной вакцинации отдельной категории граждан по эпидемическим показаниям. В Ненецком округе усилен контроль по соблюдению эпидемиологических требований, в частности по дезинфекции общественного транспорта. Наталья Дуркина расскажет подробнее. Ежедневно после смены автобусы моют снаружи и обрабатывают дезинфицирующим средством внутри. Всего на процедуру уходит около 20 минут. Первое – протираю в основном стекла, пыль убираю, поручни протираю дезинфицирующим средством. Ну и в основном это, что где-то пятна, грязь убираем. Без внимания не остается даже маленькая деталь. Обработка происходит тщательно, без исключения. Мы понимаем, что все-таки случаев много достаточно, заражение коронавирусной инфекцией, поэтому особое внимание мы уделяем обработке. Особенно тем поверхностям, которым соприкасаются пассажиры – поручни, спинки. Каждый сотрудник обеспечен индивидуальными средствами защиты. К слову, на предприятии ответственно относятся к соблюдению эпидемиологических мер. Как только появилась информация, что началась новая коронавирусная инфекция, мы, соответственно, перешли на ежедневную обработку транспортных средств. Не останавливались, в принципе, ни на минуту. Даже когда были периоды послабления, уменьшение количества заболеваний, мы продолжали также тщательно обрабатывать. Кроме того, перед каждым рейсом кондукторы и водители проходят медосмотр и получают одноразовые маски и перчатки. Также повторная термометрия происходит непосредственно перед выходом на линию. Наталья Дуркина, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». В Нинецком округе началась подготовка к традиционному спортивному празднику Бурандей. Организаторы уже определили место проведения гонок. В этом году соревнования пройдут в районе воинской части. Об особенностях проведения гонок в 2022 году речь шла на еженедельном совещании губернатора Юрия Бездудного. До 19 марта, а именно на этот день запланировано проведение Бурандея, времени еще достаточно. В настоящее время организаторы спортивного мероприятия заняты оборудованием трассы на новом месте. Сюда, на гоночный трек, в районе воинской части завозят снег. Площадка будет выровнена под обустройство двух трасс для гонок на снегоходах «Буран» и импортного производства. Уже разработана схема. Сейчас она корректируется с опытными гонщиками. В начале февраля гонщики уже смогут начать там тренироваться. Глава региона поручил сделать праздник максимально комфортным для жителей Ненецкого округа. Я прошу учесть в этом году вот все те, всю ту критику, которая была ранее, когда критиковали за городок, за эти палатки, где проходили застолья. Я в целом не против застолий. Ну тогда пусть все имеют возможность зайти туда и попить чаю, перекусить. Тем более, что вот это место, оно удаленное. Должны быть теплые палатки, чтобы жители, которые придут на этот праздник, могли зайти в эту палатку согреться. Арккомитет по подготовке и проведению соревнований готовит культурную программу праздника. На территории будет обустроена смотровая площадка, где традиционно расположены торговые палатки местных предпринимателей. Для удобства жителей глава региона поручил организовать на месте проведения парковку, где можно будет оставить снегоходы и машины. Как сообщил руководитель Департамента образования, культуры и спорта Антон Пустовалов, для зрителей будет организован рейсовый автобус к месту проведения гонок. Кроме того, глава региона предложил организовать общий заезд. Все желающие смогут на собственной снегоходной технике попробовать себя в роли гонщиков, участников Бурандей. Напомним, в этом году Бурандей состоится в районе войсковой части 12403. Место проведения соревнований было предложено постоянными участниками гонок еще в прошлом году. 25 января 2022 года на территории Ненецкого автономного округа прошло командно-штабное учение по отработке вопросов реагирования на чрезвычайные ситуации на объектах воздушного транспорта. Основными целями учения стали отработка знаний и практических навыков руководящего состава органов управления и сил территориальных подсистем по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, а также совершенствование вопросов взаимодействия с органами власти. В 9.30 на пульс спасателей поступил сигнал о жесткой посадке воздушного судна. С этой минуты был дан старт совместной тренировки МЧС, службы медицины катастроф и региональной поисково-спасательной базы. Вылететь на поиски условно потерпевшего бедствия вертолета авиакомпании «Арктическая», совершавшего рейс по маршруту Хривер-Харияга-Наримар. Вынужденная посадка была произведена в 60 километрах от города Наримар. Перед спасателями стояла задача оказать помощь пострадавшим. По водным данным, их было четверо. Одного в тяжелом состоянии с помощью специального устройства подняли на вертолет и доставили в аэропорт Наримара для дальнейшей транспортировки в окружную больницу. Остальным первую помощь оказывали на месте. Подобного рода тренировки помогают спасателям поддерживать навыки и улучшать взаимодействие между службами. Транспортное сообщение на снегоходах, так как снег не позволяет проехать автомобилем. Времени расчищать дорогу в экстренных ситуациях нет. Труднодоступные места – одна из отличительных черт региона. Такие учения мы стараемся проводить. Почему? Потому что, как вы понимаете, для нас, для округа это довольно актуально, потому что сообщение с промыслами и с населенными пунктами у нас ведется воздушным транспортом. И, скажем так, поиск пострадавших, которые, скажем так, потерпели крушение все эти вертолеты, когда падают и все остальное. Вы все понимаете, что здесь нам надо это все дело отрабатывать, но вот мы сегодня это все дело отработали. Тренировки у региональной поисково-спасательной бригады проходят ежемесячно. Ведь десантирование из вертолета – задача далеко не из легких. Тренировка прошла успешно, спасатели уложили срок во времени и оказали помощь пострадавшим. Как вы считаете, насколько вообще полезны такого рода тренировки? Ну как, конечно, полезны. Без них никуда. То есть, если мы где-то не тренируемся, может, месяца два уже, какие-то перерывы есть, то уже бывают ошибки. Поэтому надо тренироваться сейчас. Тренировка была запланированной, но в естественных реалиях времени на подготовку нет. Благодаря подобным учениям у наших спасателей есть возможность отработать порядок действий в чрезвычайных ситуациях. Елизавета Кабанова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Новый сезон ночной хоккейной лиги открыт. Соревнования для настоящих мужчин эффектно стартовали накануне в Ледовом дворце школы Олимпийского резерва «Труд». О том, как прошел первый день соревнований, расскажет Катрина Тайборей. Ровно 21.00. Старт дан. Накануне в Ледовом дворце было особенно жарко. Соревнования в рамках ночной хоккейной лиги – одни из самых важных и престижных соревнований для хоккеистов. Перед началом первой игры спортсменов поприветствовал губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный. Желаю вам ровного льда, метких бросков ворота соперника, ну и пусть победит сильнейший. Серьезная игра началась с первых секунд первого периода. Первая забитая шайба оказалась в копилке команды «Труд». Но надолго ли? Ведь конкуренция между соперниками серьезная. Игорь Гвозь из команды «Полярные волки» играет в хоккей с самого детства. В возрасте 7 лет вместе с друзьями он впервые вышел на лед и верен ему до сих пор. Был набор в поселке «Искатели» тогда еще. Приезжал новый тренер. Ну и с этого момента занимаюсь, то есть интерес был. Году тренировок закаляют тело и дух. Хоккей не для слабаков. Но кроме силы и уверенности требуется нечто большее. Хоккей практически все виды спорта. От шахмата до бокса, до футбола. Все это включено в одном. Игра напряженная. Борьба за победу честная и силы равны. Игра будет максимально напряженная. Оба состава на уровне примерно на одном. Где-то слабее, где-то сильнее. То есть напряженность большая. Для спортсменов очень важна поддержка болельщиков и близких. Особенно на таких важных соревнованиях. С трибуны Игоря поддерживает его супруга Евгения. Поддерживаю от души. Стараюсь всегда присутствовать на играх. Чтобы посещал тренировки обязательно. Все выезды. Чтобы была мотивация. Чтобы был закал играть и продолжать играть всю жизнь. Жители Наринмара также пришли поддержать своих друзей и знакомых. Мы поддерживаем полярных волков, а именно Антона Пашкина. Ну пока очень-очень нравится. Мы расстроены, что не наша команда выигрывает. Но мы держим кулачки. Надеемся, что все догонят и перегонят. Все против наши пользы. Вообще первый раз пришли. Поэтому мне очень нравится. Захватывающе. Ночная хоккейная лига ежегодно стартует в регионе на протяжении 11 лет. В этом году из-за неблагоприятной эпид-обстановки удалось собрать только три команды хоккеистов. По регламенту чемпионата каждая команда должна сыграть не менее 15 игр. Команда-победитель представит регион на выезде в финале НХЛ. Команда-победитель регионального этапа представляет город Наринмар в финальных соревнованиях, которые проходят в городе Сочни. Ну и там добивались неплохих результатов. Команда завоевывала и третье место, и второе место в своих дивизионах, в которых участвовала. Игры продолжаются. Ну а мы будем следить за развитием событий. Катрин Тайбарей, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Двойной праздник. 25 января ежегодно принимают поздравления российские студенты и Татьяны. Об одной из Татьян студентки расскажем далее. У Тани Масловой сейчас один из самых ярких периодов ее жизни. Ведь именно в студенчестве ты делаешь первые шаги в самостоятельную жизнь. Студенческая жизнь проходит мне, конечно, ярко и насыщенно. Занимаюсь я, помимо учебы, в спортзал хожу. Вот. А так на права сдаюсь сейчас. Татьяна Маслова учится в Ненецком аграрно-экономическом техникуме имени Волкова. По специальности – операционная деятельность в логистике. Уже в июне этого года девушка выйдет из стен учебного заведения дипломированным специалистом. Бывает трудно, но когда трудно, преподаватели все объясняют, поэтому нравится. 25 января – один из любимых дней в календаре. В этот день всегда много поздравлений и приятных слов. Больше чувствую день Татьяны, потому что все так поздравляют. Как будто это второй твой день рождения. Просто дома с родственниками посижу. Ну и все. Телеканал «Север» также присоединяется к поздравлению всех студентов и Татьян Минского округа. Кадрина Тайбарея, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Фестиваль уличных танцев «Разморозка» возвращается в Ненинский округ. 29 января для местных танцоров пройдут мастер-классы от именитых хореографов. А 30-го состоится сам батл, где будут выявлены лучшие танцоры региона в различных номинациях. Фестиваль «Разморозка» проходит в регионе уже не первый раз. И за все время существования набрал большую популярность среди танцоров и хореографических коллективов региона. Фестиваль «Разморозка» мы проводим уже в пятый раз. А изначально это был батл «Разморозка», и сейчас он перерос в большой фестиваль, где мы в основном, изначально цель была собрать представителей уличных стилей, стрит-дэнс, культуры. Но сейчас мы расширились, и на нашем фестивале участвуют ребята других танцевальных направлений, поэтому зритель может увидеть красивый перформанс в абсолютно разных танцах. В этом году фестиваль пройдет во Дворце культуры Арктика, где 29 числа стартуют мастер-классы. Мы привозим по традиции приглашенных судей для оценки наших танцоров, и они проводят мастер-классы для танцоров города. То есть, в принципе, каждый любой желающий может присоединиться. 29 января в ДК будут проходить мастер-классы. Но во второй день, 30 января, пройдет батл по разным направлениям. Для участия во всех мероприятиях фестиваля также необходимо зарегистрироваться до 26 января по номеру телефона, который вы видите на своих экранах. Более подробную информацию о мероприятиях можно узнать на официальных страницах Дворца культуры Арктика или танцевального фестиваля «Разморозка» в социальной сети ВКонтакте. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.